Первый большой праздник Великого Поста Барыш встречает ярким весенним солнышком. 1178 лет назад православные христиане отстояли свое право обращаться ко Спасителю, возносить свои молитвы к Нему и Его святым угодникам через их образы. Слово иконы греческой и по-русски означает образ изображения. Священное предание гласит, что сам Иисус Христос первым дал людям свой видимый образ. Поэтому православная церковь и считает себя истинно апостольской, созданной самим Иисусом Христом. Спаситель не только основатель православия, но и глава всей православной церкви. И до милости Великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всеми. Аминь. В конце праздничной литургии был совершен чин торжества православия. Из книги чины разные. Начало 17 века. Из собрания Троицы Сергиевой Лавры. Это особый молебен продолжительностью около часа. Он прославляет православие как единственную апостольскую веру. Синяя вера апостольская. Синяя вера православная. Синяя вера серенную утвердит. Чтобы этот праздник был утвержден, больше ста лет лились кровь и слезы истинно православных. Они боролись за право изображать на иконах Господа нашего Иисуса Христа, Божью Матерь и святых, а также молиться им перед иконами. Этих православных заключали в темнице, подвергали мучениям и казням. Честные иконы и мощи святых сжигались. Примерно по такому же сценарию совсем недавно, сто лет назад, разливалась история и нашей страны. Об этом говорил Владыка Филарец в своей проповеди. Но Господь всегда с православными. И что бы ни случилось, православие всегда празднует свое торжество. Поэтому вот это вот празднование, вот это почитание, мы с вами всегда должны помнить. Потому что зачастую, фактистов особенно, они любят так пальцем. Вот вы их, ну как в ладнике. Поэтому нужно с вами помнить, чему эти православные ладницы, чему крестницы. Постой веры. Впереди у православных еще шесть недель Великого Поста. Он неизменно закончится Пасхой Христовой. В этом году она будет 2 мая, в день обретения главной святыни всей Симбирской митрополии. Чудотворной жадовско-казанской иконы Божьей Матери. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии. Специально для Умправда.ТВ Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии.